Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Тимофей Обухов и Светлана Ладина. Статьи на тему «Скоро проснутся клещи» стали появляться в средствах массовой информации. А до этого они были на тему гриппа. И там, и там речь шла о необходимости вакцинации. Это, конечно, вопрос нерелигиозный, но все же, мне кажется, что мы можем это обсудить, хотя есть риск определенный, но давайте рискнем, потому что это вопрос нашей родительской ответственности прежде всего. Итак, как вы относитесь к прививкам? Прививаете ли вы своих детей? Прививаетесь ли сами? И чем руководствуетесь при принятии решения? Нам очень интересно ваше мнение. Мы не собираемся агитировать ни за прививки, ни против прививок. Просто давайте поделимся друг с другом своим опытом. Может быть, кому-то что-то поможет. Звоните нам, пожалуйста. Да. Телефон 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Ну и можно оставлять свои комментарии ВКонтакте, на Фейсбуке, а также на форуме православного телеканала «Союз». Мы их всех обязательно зачитаем. Да, у нас достаточно уже комментариев. Ну, давай... А, и у нас еще есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимирович. Меня все время напрягает... Виктор Владимирович, простите, а откуда вы звоните? Я из Екатеринбурга. Да, слушаем вас. Да, вот это всем за чья-то забота о нас, что, дескать, прививаете все это, так нужно, от энцефалита, еще чего-то. Это было бы все хорошо, если бы прививали бесплатно. Но когда вот здесь начинают фигурировать деньги, меня просто колотить начинают. Но если надо детей прививать, если это для их жизни нужно, какие могут быть деньги? Если надо прививаться, когда идешь в лес, у нас вокруг леса, и это опасно для жизни, о каких деньгах вообще идет речь? Мне вот это непонятно. Ну, в школах, простите, что перебила, в школах, по-моему, прививают детей бесплатно. Хорошо. Там вопрос, как отвертиться от этой прививки стоит. Так в том-то и дело, что надо еще до конца, чтобы люди поняли, нужно это или не нужно, потому что очень много мнений. Кто-то говорит, нужно, кто-то говорит, не нужно. Ну, у вас самого какой опыт? Вы прививаетесь, не прививаетесь, и прививаетесь, если то от чего? Там грипп, энцефалит, вот что? Последний раз я прививался в 1983 году в Забайкальском крае, я служил в армии. Нам ставили прививки против крещевого энцефалита. Все, больше я никогда ни против чего не прививал. И у вас все, слава Богу. Слава Богу. Ну, все, хорошо. Спасибо вам за это свидетельство. Благодарим вас. Звоните нам еще. Тимофей, вы прививаетесь? Прививаетесь? И от чего? Я прививаюсь от всего, от чего можно, кроме гриппа. А от гриппа почему не прививаешься? Ну, от гриппа, потому что моя иммунная система и так справляется. Насколько это показывает. Ну, слава Богу, тоже да. А вот с ключевым энцефалитом, уважаемые зрители, все было очень так вот шатко, потому что я долгое время считал, что этого не нужно, и мне никогда не понадобится. Несмотря на то, что ты рыбак. Да, несмотря на то, что рыбачу круглогодично. Зато вот мои все товарищи, жители города, которые очень редко бывают на природе, уже давно себе их наставили, много лет назад. Ну, а вот побочные какие-то там, значит, кто-то пожалел о том, что поставил... Я никакого не могу сказать, что кто-то там... Нет такого, да? Да, кто-то что-то чуть тяжелее переносил, такое было, неделю лежали с повышенной температурой, такое было, но каких-то таких вот серьезных последствий не было. Ну, видимо, мы не раз за эту программу произнесем, слава Богу. Да. И есть звонок, здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Тихона Вероника Николаевна. Ну, я могу... Ирина Николаевна, простите, пожалуйста, откуда вы нам дозвонились? Поселок Свободный. Слушаем вас, Ирина Николаевна. Я врач с большим стажем, уже больше 20 лет, участковый терапевт. Ну, я знаю, что сейчас есть такая волна, к сожалению, она присутствует и среди православных людей, почему-то считаю, что прививки вредны и просто ведут отказы от прививок. Вот, я считаю, что это не всегда обоснованно, потому что мы видим, что в свое время прививки спасли мир от оспы, от дифтерии. Мы сейчас почти не видим этих случаев дифтерии. К сожалению, у меня на участке есть случай перенесенного полиомиелита женщина уже в возрасте. Это очень тяжелая последствия, это инвалидизация полная. И, конечно, если мы можем защитить наших детей прививками, наверное, это нужно сделать. Я не думаю, что православие как-то может повлиять на точку зрения. Ирина Николаевна, а можно вам как специалисту задать вопрос? Вот сейчас появляются вакцины от рака, шейки, матки, и этим призывают прививать девочек в возрасте от 12 лет. И буквально от всего уже есть вакцины. И вот когда вот такое количество вот этих вот пусть ослабленных микробов вводится в организм, которые бы тогда, может, вообще бы никогда не попали, то есть, может быть, нам как-то дифференцировать. То есть, есть традиционные старые советские прививки, которые, ну уж они проверены годами. А есть вот эти вот нововведения, которые очень сильно смущают. Вот, да, я хотела к этому подойти. О том, что есть обязательный график прививок, то есть, это дифтерия, это полиомелит, там, оспа. Ну, сейчас уже оспы не прививают. Вот, есть прививки, наверное, по поводу которых надо подумать. И вот, в частности, это таких, которые, на самом деле, смущают православных людей, потому что мы знаем, что ничто так не защищает девушку, женщину от рака шейки матки, как отсутствие... Ну, это как целомудренное поведение, да. Да, как смутительное поведение, потому что смена партнёров, но там она провоцирует вот эту вот смену флоры, естественно, активизацию процессов, которые вызывают образование рака на шейке. Поэтому, наверное, вот в данном случае воспитание – это лучшая профилактика данного заболевания. Ну, а если какие-то мамы всё-таки, наверное, может, сомневаются, может быть, это как-то вопрос выбора и веры, опять же, как мы подойдём к этому вопросу. Но я хочу сказать, что я бы не стала своих детей прививать от этого заболевания. Ирина Николаевна, мы вам очень благодарны за звонок, потому что, конечно, тема, которую мы обсуждаем здесь, важно мнение специалиста. Спасибо вам большое и успехов вам в вашей работе. Ну что, почитаем, что нам зрители пишут. Да, можно начать вот со свежих. Николай Кирхеев пишет, думаю, что нужно прививаться, но в нашем регионе нет инфоцеллитных клещей, потому не прививаясь. Это где же он живёт, это не было интересное дело. Да, хотя клещей я цепляю каждую весну много. Служил в армии в Амурской области, там всех нас прививали от клещей. Кстати, был случай, один солдат в отпуске во время прививок, а когда вернулся из отпуска, скончался от куса клеща. То есть он не поставил себе прививку. Ладно, про себя потом расскажу. Оксана Коновалова. Прививки от серьёзных заболеваний я считаю нужными, а вот прививки от гриппа считаю бесполезными и ненужными. Ну да, говорят, там вирус каждый год мутирует, это в общем не напрививаешься, да. И у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Давайте знакомиться сначала. Ну меня зовут Игорь Федоровна, я из Серово. Слушаем вас. Вы знаете, я вот по поводу полиэмилета, вот предыдущий звонок был, как раз они говорили. Так вот, я помню из истории нашей семьи, что у меня братика, 54-го года рождения, в своё время после прививки полиэмилета, лежал в тяжёлом состоянии в больнице. Это точно. Сама я онкобольная, поэтому, но у меня как бы есть запрет на прививки, и как бы пока Бог пасёт. Поэтому моё личное мнение, но меня очень смущают действительно прививки от рака шейки матки, потому что у меня внучечка, она у нас единственная, и как бы говорят, что эта прививка как бы, ну, как бы замедляет рост самой матки, и что-то там возможное покрытие, и поэтому меня это смущает. То есть это фактически прививка от детей. Спасибо вам за ваш звонок, и дай Бог вам здоровья, помоги Господь. Ну что, дальше читаем. Александр Медведев, к прививкам по рекомендации врача отношусь положительно, в этом вижу только пользу для поддержания своего же собственного здоровья, ведь лучше болезнь предупредить, чем лечить долго, иногда за очень дорого детей у меня нет, сам прививки ставлю на прививку от клещевого энцефалита, имеется медотвод. Также все в семье, мама, папа и брат прививки ставят регулярно. На русский авось уже не надеемся и лечимся. Вот такое мое честное мнение. Лена Лунина пишет, добрый вечер, вопрос действительно сложный и актуальный. Знаю семью, в которой всего после одной прививки ребенок до того здоровый стал инвалидом, и такие свидетельства тоже есть. И таких примеров немало, поэтому считаю, что прививки это хорошо лишь для абсолютно здоровых людей, чей иммунитет настолько силен, что его будет сложно подкосить введением вакцины. Младшего сына не прививаю. От клещевого энцефалита, конечно, лучше привиться тем, кто много на природе бывает. От гриппа, считаю, не стоит. Владимир Сидельников, прошлым летом меня укусил клещ, сразу пересмотрел свои взгляды на жизнь. Детей необходимо прививать проверенными прививками, но не увлекаться этим. Ну вот, Владимир, пожалуй, такая золотая середина. Тим, звонок у нас. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Давайте познакомимся, откуда нам дозвонились. Да, здравствуйте. Я звоню из Исквери. Вот, я хочу свое мнение сказать, что вот, я считаю, что прививаться не нужно, потому что надо обращаться к Богу, и Бог сам прививает. Вот, тем более, вот, еще говорят о шейке матки, это все не проверено, а большие неприятные последствия, может быть, через несколько лет. То же самое бесплодие, может быть, или еще что-то, потому что это все американские ученые придумывают, и это все делают так, чтобы меньше людей рождалось на планете. Вот мы того же боимся, только давайте познакомимся, как вас зовут? Спасибо. Не услышали нас, ну, очень жалко. Ну, да, вот, по поводу прививки от рака, шейки матки, очень много опасений, и очень много врачей говорят о том, что это крайне рискованно и приносит больше вреда, чем пользы. Успеваем прочитать. Елена Соколова, добрый день. На мой взгляд, прививать надо обязательно, если нет противопоказаний. На примере, собственно, ребенка убедилась, как страшен коклюш, болезни, передаваемые клещами, страшные, поэтому лучше предупредить, а вот от гриппа согласна с предыдущими раками. Ну, в общем, не буду прививаться. Еще звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Татьяна Владимировна, я, к сожалению, средний медицинский работник по медицинскому образованию, но я работала с прививками, ведь ребята, дорогие наши, православные, верующие, неверующие всем, мы же все, ведь в божьих руках все. Ну, я не знаю, это меня сейчас в нем даже потрясывает, потому что такие есть случаи, просто уникальные, когда ребенку ввели вакцину БЦЖ, это же живая вакцина, это ребенка заразили туберкулезом, девочка едва осталась живая. Вот это все мы перевязывали, бегали, то ли это манипуляция провела в роддоме медсестра неправильно, то ли еще что-то, ведь не успел ребенок родиться, его сразу фаршируют всем, гепатит тут же, БЦЖ тут же. Выписали, начали это АКДС, эти коклюшные все там поэтапно, но просто дети, я не знаю. И я вспоминаю случай уже в своей жизни, когда у меня ребенок, вот сестра умерла в родах, 14 лет назад, и у меня ребенку в детском садике, Татьяна Алексеевна, ну давайте сделаем, давайте сделаем. Там вот кривая, эпидпротит, и еще какая-то туда дрянь входит. У меня ребенок целый год болел, распухли лимфоузлы. Я не знаю, вот у меня очень отрицательное отношение ко всему. Родился сейчас внук, я просто в ужасе. Мы пока не сделали ни одной прививки, второй годик, но сноха собирается проводить прививочный график. И я молю Бога, ребят, ведь все же в Божьих руках, как Бог даст, так и будет. Мы же верующие с вами люди. Спасибо вам за все. Огромное вам спасибо, помоги Господи, внуку, дай Бог здоровья всей вашей семье. Николай Кирчеев ответил, что он в Самарской области раз, и еще написала Алена Терехина, и в Самарской области нет энцефалитных клещей, мы поняли. Не прививая своего ребенка до года, собираясь прививать только импортными вакцинами. Так еще и не встретила в своем окружении еще ни одного случая использования отечественных привок без последствий. Прививаться нужно, но с умом подходя индивидуально каждому человеку. Вот теперь я скажу, почему я затеяла эту тему, что меня смущает. Вот как мама четверых детей, значит, уже взрослых. Во-первых, не может быть честной статистики по поводу негативных последствий прививок, потому что ее никто не собирает. То есть ты точно знаешь, что ребенок у тебя чуть не умер вот именно вот от этого. Причинно-следственная связь налицо. Но для того, чтобы это попало в карточку, это надо просто проявить незаурядное упорство, чтобы это действительно записали как последствия прививки. И это бывает не всегда. То есть с моими детьми было и так, что записывали в карточку, ну потому что было очень тяжело и реанимация, и было так, что не записывали. Ну потому что до реанимации не дошло. Второе. Противопоказания к прививкам. Сейчас просто можно, я так понимаю, прививать даже ребенка с температурой. Ну это тоже, я думаю, что ни один врач, который уговаривает там тебя, да нет, привейте свою девочку или там мальчик, все будет хорошо, своему ребенку в момент заболевания вакцину не станет вводить. Да. И еще одно вот золотое правило, прививать, не прививать, решает каждый сам. Но золотое правило. В детском ли садике, в школе, в вузеле вашему ребенку хотят поставить прививку. У вас должна быть с ним строгая договоренность. Друг мой, подходит тебе доктор или медсестра, значит, пойдем, ну подумаешь, укол, укололся и пошел, пойдем на прививку. Нет. Берешь телефон, звонишь маме, говоришь, мам, вот мне сейчас хотят поставить вот такую-то прививку, мне ставить или нет. Потому что в результате родитель будет, если не дай бог что случить, расхлебывать последствия этого. А отнюдь не тот доктор, который поставит себе галочку. Дорогие доктора, не обижайтесь, ну это наболело. Поэтому вот соблюдение таких нехитрых правил, ну и, конечно, молитва, молитва за наших детей. Вот это главное, наверное, условие нашего здоровья и духовного телесного. И у нас звонок, да? Есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, у вас полминутки. Меня зовут Татьяна, я из Тула. Значит, сейчас прививку, ну вот, манту, сделаю моему ребенку, мне не дозвонились. А мой ребенок сказал, без родителей вы не имеете права мне ничего сделать. А это как раз в точном говоре. И в итоге... Сорвался звонок. Татьяна, мы поняли эту проблему. Ну вот на самом деле, конечно, никогда мы не призываем ни ругаться, ни скандалить, но прийти и вежливо, но твердо объяснить людям, что они неправы, и что нельзя детей прививать без ведома родителей. Закон так требует. Это все-таки надо. И последнее. Ксения Кабанова. На все воля Божия, даже на последствии прививок или укус клеща. В себе это из-за нашего неразумия. Перед прививкой нужно думать, консультироваться, требовать подробного обследования иммунного статуса ребенка. Молиться, молиться и еще раз молиться. Ксения, спасибо за прекрасное резюме. Дорогие друзья, простите, если мы кого-то чем-то обидели или смутили, мы ничего этого не хотели, хотели просто поговорить о родительской ответственности в плане здоровья наших детей. Всего доброго, хранит вас Господь, здоровья вам всем. С вами были Тимофей Обухов и Светлана Ладина. Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова